Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях председатель Совета ветеранов Люберецкого округа Юрий Александрович Орехов, с которым мы поговорим о делах ветеранских, о том, что и как проходило в Люберецком нашем округе, связанное, естественно, с 75-летием Великой Победы. Но поприветствовать Юрия Александровича, я хотел прежде всего у него узнать, как живет сегодня Совет ветеранов. Здравствуйте! Совет ветеранов живет так же, как и весь наш Люберецкий народ. Кто находится, говорится, в изоляции, кто дистанционно работает, но работа проводится. Кстати, в этом году исполнилось 34 года Совета ветеранов. Он был образован в 1987 году и единственная общественная организация, которая за эти годы никогда не прекращала свою работу. Особенно тяжелым были, конечно, это 90-е годы. Тогда народ просто, особенно ветераны, не понимали. Ложились спать в одной стране, проснулись в другой стране. Хотя и жили в том же городе, на той же улице и в том же доме. Вот. Но, конечно, этот год вообще год, который для всей страны оказался очень тяжелым. Ну, высокостный год всегда бывает тяжелым, особенный. Но этот год вообще особенный. Вообще особенный. Этот год не только 75-летие, он запомнится, но и в основном запомнится то, что происходит с нашей страной и, говорится, с нашим Люберецким округом. Потому что все планы, которые намечались на год, они уже, начиная, говорится, где-то с марта месяца, потихоньку начали откладываться. Не откладываться, а переноситься. Да, переноситься. Вот. Подготовку к 75-летию мы начали, начиная с 2019 года. Вообще для нас эти юбилейные годы, да и каждый год для ветеранов, особенно для участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, это каждый год юбилейный. Потому что у нас сегодня осталось всего 135 человек, а когда образовывался Совет ветеранов Люберецкого района, вот, их насчитывалось почти 13 тысяч. Осталось 1219 тружеников тыла. Это та живая история, которая, говорится, на глазах которой происходило все изменения в нашей жизни, не только в нашей, но и в жизни страны. И, говорится, каждый юбилей по инициативе Совета ветеранов в Люберцах что-то воздвигалось. Вот. К 65-летию по инициативе Совета ветеранов и при полной поддержке главы района Владимира Петровича Ружицкого был полностью реставрирован, лучше сказать, заново построен вечный огонь. Он построен в честь люберчан, которые не вернулись в поле сражений. Всего было призвано 51 тысяча, а не вернулось 18 тысяч. Вот. В год 70-летия, тоже по инициативе Совета ветеранов и при поддержке главы округа, теперь был открыт памятник трём Иванам. Но это, говорится, в образе этих трёх Иванов символизировался 16-й авиационный полк. Вот. Потому что на территории Люберц был шестой авиационный корпус. Он располагался на улице Кирова, дом 3. Сегодня этого дома нет, конечно, да. И возвращаясь, вот, то, что сегодня, как говорится, вернее, 79 лет назад, в это время на полях Подмосковья шли озадчённые бои. И бои были ещё тем озадчённей, что Гитлер наметил решительный штурм Москвы. И назвали его «Тайфун», то есть ураган, всё сметающий на своём пути. И вот, начиная с октября месяца, шли бои уже на подступах почти к самой столице. Самые ближайшие, откуда немцы наблюдали за Москвой, это были хинки. А так, говорится, 25 километров, там вот Кубинка, Нарофоминск, это уже здесь были бои. И вот в конце октября, в начале ноября было какое-то затишье. И немцы, и наши войска производили перегруппировку перед решительной схваткой. И вот надо быть, говорится, гениальным человеком, чтобы в это время, когда враг у стен столицы, Верховный главнокомандующий Иосиф Федорович Сталин предлагает провести парад. И этот парад был проведён 7 ноября 1941 года. Кстати, в этом параде участвовал и 457-й стрелковый полк, который формировался на Люберецком аэродроме и училище 10. Сейчас она Гагарина. Поэтому вклад участников, говорится, битвы за Москву очень большой. В своё время у нас проживало 367 участников битвы под Москвой. 367. Сегодня осталось всего 2 человека. В прошлом году было 6, в 2018 году было 9. И вот так, начиная, говорится, где-то с 2010 года, всё идёт на убыль, на убыль, на убыль. И для них, конечно, сегодня это знаменательный день. А вот скажите, возвращаясь к 7 ноября 1941 года, день воинской славы России сейчас это отмечается, мы уже прекрасно понимаем, тогда это было связано не просто 7 ноября какой-то день выбран, а конкретно была выбрана годовщина Октябрьской революции. И мы знаем, что накануне до этого традиционно всегда проходило торжественное собрание, посвящённое этому событию. И вот сама торжественная часть, она прошла на метро Маяковское. Да. Да, то есть потому что всё-таки не рисковали. Ни в каком-либо здании, а именно в метро. Аппарат решили проводить на Красной площади. Вот почему это же огромный риск, то есть это могло привлечь, ну, это были бы потери, причём какие-то вот на ладони всё это. Почему такое решение всё-таки было принято? О том, что будет проведён парад, знали единицы. Говорится, в тёмное время суток, особенно, говорится, ночью, с ближайших, говорится, подставков к Москве были сняты некоторые воинские части для участия в параде. Я в своё время разговаривал с одним из участников, говорится, парада. Он сказал, что нас подняли по тревоге ночью. Вот, только, говорится, с оружием, без всякого тяжёлого вооружения, привезли в Москву. Что будет дальше, мы не знали. Парад был намечен по, говорится, словам, сейчас уже, говорится, тех, кто пишет мемуары, на 10 часов утра. Но в цели сохранения всё же, говорится, тайны, его перенесли на 8 утра. Шёл небольшой снежок, то есть погода благоприятствовала проведению и, говорится, не зависела от налёта авиации, типа того, мешала авиации. Погода опять была на нашей стороне. На нашей стороне. Когда, говорится, Гитлер узнал о том, что в Москве проводится парад, он приказал уничтожить и Красную площадь, и, говорится, Москву. И вот в этом, говорится, благодаря организации противовоздушной обороны на ближайших подступах к Москве, им всё же немцам не удалось прорвать воздушную оборону. В этом приняли участие, говорится, наш 16-й авиационный полк и полностью 6-й авиационный корпус. Они тоже внесли свой вклад в отражение вот этого, говорится, налёта. Но с другой стороны, смотрите, всё-таки до войны мы ежегодно проводили парад, демонстрация трудящихся и даже спортивные праздники. И спортивные праздники, и демонстрации, и парад. И я так понимаю, что фашисты, в принципе, могли догадаться, что 7 ноября что-то готовится. Вот, может быть, они не очень были уверены, но можно было бы предположить, что в город, который всё-таки пока не на осадном уж совсем положении, хотя фактически, как вы говорите, просматривалось, но они могут что-то провести. Почему они заранее не подготовились? Я имею в виду немецко-фашистский заранее. По-моему, или 17-го, или 27-го октября, говорится, Москва была переведена на осадное положение. Значит, правительство Москвы, военные дипломаты, или послы, 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 были все перевезены в Куйбышев, а генеральный штаб был перевезен в Арзамас. Но это и было сделано, потому что никто не знал. Это было, говорится, тайно, можно сказать, за семью печатников. Мало того, что никто не знал, никто и предположить не мог, что такое вообще возможно. Конечно, не мог. Которое такое возможно. Вот это была гениальная мысль. А Сталин сам это предложил? Или это было общая история? Лично он. Лично он. Все, говорится, историки, которые описывают те времена, а сейчас все больше и больше начали, говорится, как-то писать об этом, что именно он в этот период затишья предложил провести. Потому что он знал, какое впечатление произведет это на народ. Тот самый моральный дух. Да, моральный дух. 3 июля, когда он выступал, он впервые называл братья и сестры. И, говорится, с тех пор это все дело и пошло. Сейчас мы сделаем небольшую паузу и вернемся в студию программы «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях Юрий Александрович Орехов, представитель Совета ветеранов Люберецкого округа. Говорим о 7 ноября 1941 года, о параде 7 ноября. Ну и во второй части также поговорим еще о 75-летии Великой Победы. Это особый год. И что все-таки удалось сделать, и как этот год завершится, по мнению нашего гостя. Дождитесь. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У меня в гостях Юрий Александрович Орехов, представитель Совета ветеранов Люберецкого округа. Возвращаемся к теме 7 ноября 1941 года. День, когда в Москве, в осажденной Москве, был проведен парад в честь годовщины Великой Октябрьской статистической революции. И, как оказалось, для всех это было неожиданностью. Возвращаясь к теме Сталина, я хотел бы еще такой вопрос адресовать. А ведь тогда, вы сами сказали, в Куйбышев перевели, в Арзамас перевели. И Сталин вроде бы собирался уехать. И существует вроде бы такая история, что чуть ли не на вокзал приехал и все-таки не уехал. Вот если бы он покинул Москву, наверное, не было бы ни парада, и, возможно, даже бы и город сдали. То, что он, говорится, собирался уехать, по сегодняшнему дню, говорят, это фейк самый настоящий. То есть не подтверждено. Это не подтверждено ничем. То, что он на вокзале был, да, это подтверждается. Поэтому, может, и говорят, что он собирался. В отличие от других стран, от Франции, которая продержалась всего, говорится, 14 дней, и правительство бежало. Польша продержалась месяц, правительство бежало. Сталин не бежал, Сталин был в Москве. И вот то, что вот этот парад был проведен, и народ увидел его на трибуне, это уже большое психологическое значение имело. И тем более, когда народ увидел, войска идут мимо мавзолея, и на мавзолее стоит Сталин. Воосина увидели многие. Поэтому вот этот парад, он был как бы началом, то есть, говорится, поражения фашистской Германии. Вот что еще интересно, я думаю, вы тут меня тоже поддержите, что обычно день воинской славы, вновь установленное такое, у нас имеет масса городов сейчас, битвы, города, которые что-то принимали участие. Причем касается это не только Великой Отечественной войны, но и других событий. Но вот так, чтобы военный парад стал днем воинской славы, вот это, наверное, уникальная такая история. Потому что военные действия, понятно, что солдаты после парада шли в бой, но тем не менее, получается такая уникальная история. Но дело это действительно уникальное, потому что не только наш народ, но и, говорится, за рубежом об этом стало известно, что несмотря на то, что немцы стоят вот у порога, а, говорится, страна проводит военный парад, это было очень, говорится, большое значение имело. И, говорится, то, что после этого парада 5 декабря началось наше контрнаступление, это было полнейшее неожиданное для немцев. Потому что они уже, говорится, раздавали, привезли целый эшелон наград, этих железных крестов для вручения. Уже был спланирован, говорится, план проведения парада немецких войск на Красной площади. Но все оказалось самым настоящим блефом. Не удалось немцам, говорится, не завоевать Москву, а Красная армия, говорится, отбросила, вот в это время, начиная с 5 декабря и до 22 января 1942 года, на 150-200 километров. были отброшены. Когда Гитлер узнал о том, что контрнаступление провалилось, он снял 35 немецких генералов. Самый очень снял сам мозг в армии. И взял командование с сухопутными войсками на себя. Ну, а чем закончил, все это известно. Всем это нам известно. А теперь возвращаемся, говорится, к 75-летию. Да, давайте, расскажите, как все-таки удалось. Значит, где-то в ноябре 2019 года под руководством первого заместителя главы администрации нашего округа Ирины Геннадьевны Назаревой был, говорится, собран Координационный совет. Вот. Были, говорится, сосален план. Каждый, говорится, получил свой участок ответственности. Вот. И пошла прямая подготовка к 75-летию. Ну, для ветеранов это началось 27-го, и после каникул 27-го, это, как всегда, у нас снятие блокады. Вот. Наши, говорится, а у нас сегодня осталось, по-моему, 47 участников блокадного Ленинграда. Вот. 23 февраля провели торжественное собрание во Дворце культуры. Это было, говорится, и посвящено 75-летию, и это. Вот. Было подготовлено, говорится, открытие мемориальных досок. Угу. Вот. И, говорится, в связи с тем, что был объявлен, так сказать, карантин, все эти мероприятия были отнесены на более поздний срок. Сначала на 22-го июня, а потом и дальше отнесен. И, говорится, не был проведен бессмертный полк. А ведь люберчане приготовили, говорится, и, в том числе, и, говорится, ветераны участвовали, уже этот полотнище более 100 метров. Угу. К нам приходили сюда рассказывать. В прошлом году было, говорится, около, а теперь уже еще, говорится, больше. И вот только в связи с послаблением мы все же сумели во главе с Владимиром Петровичем Ружицким открыть вот эти четыре доски у Вечного огня. Они, говорится, здорово расположены и слева, и справа. Две слева, две справа. Они посвящены, и там выбиты фамилии, имена, 55 героев Советского Союза. То есть они в разное время проживали, работали, учили на территории нашего района. Вот. То, что было не выполнено, так и намечалось. Это, говорится, создать или выполнить, говорится, нашу одну, говорится, мечту. Ну, это создать памятник труженькам тыла и детям войны. Вот. Но планы остались, планы это сделать? Планы остались. Я думаю, вот сейчас, говорится, если вы обратили внимание на Октябрьском, где был завод Ухтомского, да, половина уже снесена напротив памятника у Вечного огня. Мне так кажется, что там будет центр города, и там все же воздвигнут этот памятник. Ну, прекрасно. Возьмем этот памятник. Пятого, начиная с пятого, говорится, декабря, это будет 79-я годовщина битвы под Москвой. Под Москвой, да. Вот. У нас тоже намечен план мероприятий, вот, в том числе и, говорится, встреча с юной армией, вот, в доме ветеранов. И, кстати, сегодня вы бы и не узнали дом ветеранов. Ну, благодаря, говорится, Ирине Геннадьевне Назарьевой, там открыт клуб долголетия. Вот. И, говорится, сначала, когда было затишье, очень много народу начало ходить туда, да, записываются, приходят. Там, говорится, предоставлены все возможности человеку такого возраста заниматься. Ну, сейчас объявлен карантин. Ну, рано или поздно все равно закончится, да. Рано или поздно все равно мы это сделаем. Скажите, пожалуйста, вот, на сегодняшний день, кто вам помогает, с кем вы сотрудничаете? Вот вы сказали, юная армия. Существуют ли какие-то волонтеры? Как молодежь с вами сотрудничает? Как вы сотрудничаете с ними? Я должен сказать, что в основном, конечно, успех работы 33 года нашей ветеранской организации заключается в том, что глава видит, говорится, необходимость помощи, все его, говорится, замы тоже оказывают помощь. Мы очень тесно сотрудничаем с соцзащитой. Вот. Когда было создано управление по работе с молодежью, Борис Борисович Новиков возглавил, да, вот с тех дней у нас с ним не прерывается связь. Они, молодежь, участвуют в наших разных мероприятиях, точно так же, как и, говорится, юная армия. Вот. Раньше у нас был прием, мы производили совместную армию 23 февраля, когда проводили торжественно, да. Но сейчас они обратились, чтобы сделать еще один прием. И мы вот наметили как раз вот эту 79-е годовщину на 5-е, там, 7-е, в зависимости от обстановки. Да, да, да. Будем тоже проводить, говорится, прием. И я должен сказать, что юная армия растет. В прошлом, позапрошлом было где-то 254, а сейчас уже, по-моему, за 400 человек. Вот еще такой вопрос. Соканчивается потихонечку юбилейный год. Многое не удалось сделать, но, тем не менее, многое удалось и состоялось, и открылось. Вот будущий год, он не юбилейный. Как вы считаете, снизится активность людей по отношению к памятным событиям? Или это все равно уже будет идти, ну, по намеченному плану, или многое из 75-летия неосуществленного перенесется на 21-й год? Ну, знаете, для кого, может быть, он не юбилейный, а для ветеранов юбилейный. Каждый год. Потому что 12 апреля 60 лет полета Юрия Алексеевича Гагарина. Да. Вот. А в декабре 80 лет битвы под Москвой. Тоже юбилейный. То есть, да, юбилейный. Есть к чему готовиться. Есть к чему готовиться. И готовиться к дню победы, 76-й год. Вот. 22-го день памяти и скорби. Это тоже 80 лет начало, говорится, войны. Да. Так что скучать не приходится. И значит, Совет ветеранов будет работать и по-прежнему внимательно отслеживать и записывать то, что не удалось сделать, все-таки попытаться это осуществить в будущем году. Мы уже планы, говорится, составили. Все надеются, что весной будет получше в следующем году. Да. Надеемся, что планы, намеченные на год 75-летия и на год 60-80-летия, начало Великой Отечественной войны, мы все же проведем эти мероприятия. Кстати, еще один вопрос. Мы говорим о 7 ноября 1941 года. Но у нас почему-то замалчивают, что 7 сентября 1945 года в Берлине был проведен парад союзных войск. В ней участвовали Советский Союз, Соединенные Штаты, Великобритания и Франция. Но Франция попала в ранд-победитель благодаря Иосифу Израиловичу Сталину. Он настоял, чтобы ее включили. Ну а как сегодня все происходит, видите, по пословице «не делай добро, не получи зло». Ну бывает так, но тем не менее мы все помним. И мне приятно было то, что вы пришли к нам сюда. Приятно, что Совет Ветеранов в очень сложное именно для Совета Ветеранов время работает. И работает активно. И обещает, что многое из того, что запланировано, не отменяется, а переносится на другое время. Юрий Александрович, в вашем лице всем ветеранам мы желаем здоровья. Всем надеемся, чтобы скорее прошли эти сложные времена, чтобы все люди под названием 65+, как сейчас говорят, все вернулись в долголетие, пришли к вам. Ну, знаете, говорится, у нас такая, как говорится, не слишком публичная работа. Мы нигде не афишируем то, что мы делаем, но наглядно оставляем после себя то, что, говорится, сделано. Кроме того, мы понесли большие потери, конечно. У нас, вы его, наверное, тоже знаете, Георгий Иванович Новиков, председатель Совета Ветеранов Кроскова, участник Великой войны. И, кроме того, мы, говорится, участвовали в открытии мемориальной доски журналисту Синютину Дмитрию Николаевичу, тоже участнику Великой Отечественной войны. Поэтому пощупать, определить, работает Совет Ветеранов или нет, только тот, кто участвует в этой работе. Но мы видим, что работа ведется, поэтому большое вам спасибо. Еще раз напомню, что гостем нашей программы был сегодня Юрий Александрович Орехов, представитель Совета Ветеранов Люберецкого округа. С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»